В эфире фиторецепты. Программа о том, как приготовить удобрения, средства защиты от болезней и вредителей своими руками. Программа о том, как приготовить удобрения. Мы выбираем из почвы все сорняки и опавшие листья и при этом выращиваем культуры с высокой урожайностью, которые выносят гораздо больше питания с квадратного метра, нежели дикие растения. И без дополнительного внесения удобрений нам не обойтись. Самый простой способ вернуть питание в почву – это приготовить зеленое удобрение. Можно поставить в теплице пластиковый бак или приготовить удобрение в ведре. В металлических емкостях делать удобрение нельзя, идет процесс окисления. На одну треть заполняем емкость полезными сорняками. Не собирайте сорняки вдоль дорог, лучше на лугу или в лесу. Крапива, подорожник, одуванчики, чистотел – все эти растения прекрасно подойдут для нашего удобрения. Чтобы не процеживать раствор, можно прибегнуть к маленькой хитрости. Сорняки сложите в сетку для овощей. Добавьте также в емкость немного биогумуса или конского навоза. В такие настои советуют добавлять препараты с эффективными микроорганизмами. Но они не дешевые, и к тому же большая часть из них в этой среде погибнет. Останутся молочно-кислые и дрожжевые. Их мы и внесем, только в виде доступных продуктов. Молочно-кислые – это один стакан кефира. Дрожжевые – это настой бражки. За сутки приготовьте дрожжевой настой с сахаром. Больше одного дня не настаивайте, перебродить он не должен. Но если времени совсем нет, то можно растворить пакетик сухих дрожжей и вылить в бак. Далее добавляем один стакан золы и заливаем ведро водой. Сверху накрываем пленкой и герметично завязываем, чтобы все процессы шли без доступа кислорода, анаэробно. Через неделю удобрение будет готово. Для подкормки нужно 1 литр концентрата на 10 литров воды. Стоит учесть, что при таком способе приготовления питательный раствор будет иметь щелочную среду, поэтому он подходит для кислых и нейтральных почв. Подкармливать этим настоем не следует растения, которые предпочитают кислую почву – гортензии, хвойные, голубику. Как долго может храниться зеленое удобрение? Из этой емкости выделяется углекислый газ и аммиак, что очень хорошо для растений в теплице. Но в больших концентрациях аммиак – это яд для бактерий. Они просто отравляются собственными выделениями. Удобрение будет питательным, даже если простоит месяц. Но если вы хотите внести в почву живые бактерии, то использовать его лучше сразу, как закончится процесс брожения. Дачники часто вносят опилки для того, чтобы тяжелую почву сделать более рыхлой. После такого внесения можно увидеть печальную картину. В течение сезона растения желтеют и чахнут. Дело в том, что свежие опилки насыщены углеродом, а азот в них отсутствует. При внесении в почву бактерии, которые отвечают за разложение, начнут усиленно использовать азот из почвы, и плодородие почвы резко падает. Чтобы этого не произошло, опилки можно вносить в почву только после предварительного насыщения азотом. Нужно приготовить настой кроличьего помета. Вместо такого помета можете использовать птичий или навоз крупно-рогатого скота. Возьмите одну часть кроличьего навоза на 5 частей воды. Тщательно разведите в воде и дайте настояться в течение недели. Рассыпьте опилки и пролейте жижей. И так слой за слоем. Накройте пленкой. Кучу нужно перемешивать и по необходимости увлажнять. Таким образом опилки должны пролежать не менее 2 месяцев. А еще лучше, если вы их будете использовать только на следующий год. Самый хороший результат получается, если опилки предварительно компостировали. Слой опилок перекладываем навозом. В течение сезона увлажняем, проливаем бактериями. Но и здесь есть свои нюансы. Научные исследования подтверждают, что в опилках содержится химическое вещество фенол. Лучше всего, чтобы оно было удалено перед добавлением опилок в компостную кучу. Для этого необходимо сложить кучу с опилками и дать настояться ей в течение как минимум 4 недель, а предпочтительно до 1 года. Такую кучу нужно регулярно орошать и перемешивать. Фенолы будут выделяться из опилок, делая их более пригодными и безопасными для компоста. Только после этого опилки можно использовать для внесения в почву и для мульчирования. Но слой мульчи не должен быть слишком большой, хватит несколько сантиметров. Мульча не должна соприкасаться со стволиками растений. Это была программа «Фиторецепты». Желаем здоровья вам и вашим растениям.